Девочка-пай 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 Мы беседуем с художницей Мариной Юхновичей. Добрый день. Я рада приветствовать всех своих зрителей на нашей выставке в Русском Центре Культуры и Науки. На самом деле творчеством я занимаюсь с детства, можно сказать даже с раннего детства. Как я рисовала всю жизнь и все время, то за последние годы собралось некоторое количество вот таких более серьезных работ. Я работаю маслом и акварелью. Как правило, пишу акварелью на бумаге, но также есть очень интересная техника, как акварель на ткани. Большинство людей знают эту технику как батик, например, живопись по шелку. Однако есть и другие разные техники, которые своей необычностью тоже могут удивлять или просто открывать какое-то новое видение творчества, которого еще никто не видел раньше. Все мои работы выражают самые обычные эмоции, которые присущи всем людям. Это наше настроение, это погода, это разные времена года, это чувства, это эмоции, это радость, грусть, это состояние счастья или наоборот состояние не совсем счастливых минут жизни. И в этих красках можно все это увидеть. Так что приходите, пожалуйста. В Праге, вот это моя выставка первая такого масштаба. Прага — это город, который, безусловно, впечатляет. Это город творческих людей. Он вдохновляет, я думаю, всех без исключения. И тем более я рада тому, что именно в Праге здесь состоялась моя выставка в Русском Центре Культуры. Благодаря дирекции и руководству, и всем остальным, кто в этом принимал участие, моим друзьям и, конечно, моим коллегам. И своими работами я хочу разукрасить нашу иногда серую жизнь. И поэтому в них так много цветов, так много разных красок, самых разнообразных и очень контрастных, очень ярких. Удивительно то, что на всей, сквозь всю выставку не было ни одного совпадающего мнения. Всем людям понравились абсолютно разные работы. Даже если я в чем-то сомневалась или мне казалось, что серое или синее или темно-синее небо над Прагой не может быть интересным, но кому-то оно навеяло о своих воспоминаниях. А мне хочется, чтобы в жизни людей было как можно больше других ярких, желтых, оранжевых цветов. И я хочу, чтобы мои посетители, наши посетители получали как можно больше радостных эмоций. Уже сейчас задумавшись над будущей перспективой, иметь своих маленьких учеников. И это замечательно, это здорово. Насколько я знаю, это Ваша первая выставка, и это замечательно, что она проходит в таком известном и престижном месте, как Российский Центр науки и культуры. Да, я очень благодарна руководству Российского Центра развития культуры и науки, что они мне предоставили такую возможность. На этой выставке представлены мои последние работы за 4 года. Эти работы посвящены моим друзьям, путешествиям. И я бы была рада, чтобы, посетив мою выставку, люди смогли обогатить свой внутренний мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова